Маленький офис, несколько сотрудников и две собаки. Так выглядит место, где придумали очередное цифровое ноу-хау по-эстонски. Учитывая, что мы живем в Эстонии, у нас все здесь электронное, везде с приставкой E, везде у нас ID, и отсюда появилась идея, почему бы нам не сделать тот же самый ID для животных. Первым делом здесь создали интернет-платформу для хозяев домашних животных. На первый взгляд обычная социальная сеть. Вот только вместо людей на фотографиях собаки и кошки. Пользователи могут посмотреть карточки собак, полистать их, фотографии посмотреть, полистать. У нас даже не только собаки, если вы видите, у нас есть и игуанки из Малайзии. Смотрели недавно статистику, у нас уже в принципе 23 страны зарегистрированы животных. Это собачий фейсбук, как в принципе нас изначально окрестили. Собачий фейсбук – это не только тысячи животных, лайки и комментарии. Это полноценная база данных, даты предстоящих прививок, истории болезни питомцев, информация об уходе. В общем, полноценный электронный паспорт, который всегда под рукой в компьютере или в смартфоне. Вот так выглядит наша платформа на телефоне. Мы можем смотреть фотографии животных и ставить сердечки тем, кто нам больше всего понравился. Но этого разработчикам показалось мало, и они придумали PET-ID. На вид обычный брелок, на самом деле новую технологию, которая помогает потерявшимся любимцам вернуться домой. Я думаю, что мы можем пройти на улицу и продемонстрировать вам, как это работает вживую. Барбосы у нас согласны, да? Согласны, согласны. Моделируем ситуацию. Владислав гуляет со своим большим псом и видит вдали маленькую собачку без хозяина, но с умным устройством на ошейнике. Далее – дело техники. Мы можем спокойно, на расстоянии, не к каждой собаке можно подойти, расканировать этот ID-чип и узнать информацию о этой собаке. Также мы можем сконтактировать сразу же, буквально за несколько секунд с хозяином и сообщить о найденной собачке. Вот так вот все просто это выглядит. Раздается звонок. Хели, я нашел твою собаку. Просканировать чип можно на расстоянии 50 метров от найденного животного, а батарейка в устройстве на его ошейнике работает около года и не сядет в самый ответственный момент. Пользоваться эстонской разработкой можно в любой стране мира, где есть интернет. Сейчас в Европе подкожные микрочипы – обязательные условия содержания собак, но проблема в том, что считать информацию с них могут только ветеринары в больнице или полицейские с помощью специального устройства. Теперь, когда это может сделать любой прохожий со смартфоном, потерявшихся четвероногих друзей в Эстонии, да и в других странах, станет гораздо меньше. Владислав Андреев, Данил Жилинский, Балтий неделя.